С вами Азбука Инвестора, я Мариана Минскер. Здравствуйте! Тема этой программы – уровни поддержки. Цена любого биржевого товара никогда не стоит на месте. В мире рынков происходят самые разные события. Настроение инвесторов меняется от оптимистичного к пессимистичному и наоборот. Но ценовые движения не являются хаотичными. Графики подобны карте, на которой опытный игрок всегда найдет правильный путь. И основными ориентирами на этой карте являются уровни поддержки и сопротивления. Уровень поддержки – это горизонтальные линии, проведенные через нижние точки ценовых волн. На уровне поддержки пессимизм продавцов ослабевает, и наиболее рисковые игроки начинают покупать. Когда-то биржевые спекулянты могли работать только в одну сторону – на повышение. То есть у них была лишь возможность покупать с целью перепродажи по более высокой цене. Поэтому уровень, мешающий котировкам идти вниз, был назван обнадеживающим словом «поддержка», несмотря на то, что сейчас он ограничивает прибыль игроков, работающих на понижение. На линии поддержки спрос на биржевой товар начинает превышать его предложения. Если негатив перестает поступать, падение цены приостанавливается. Если же плохие новости продолжают давлеть над рынком, цена дальше движется вниз. В роли уровня поддержки могут выступать предыдущие минимумы цены. Однако в качестве ориентира могут быть использованы и другие, более сложные построения. Такие, как, например, различные кривые, построенные компьютерными программами теханализа. Уровень поддержки часто может быть хорошим моментом для покупки. Если же он сработал неоднократно, это дополнительно свидетельствует о его силе. Пробой сильного уровня поддержки является крайне плохим сигналом для рынка. Он предвещает серьезное падение цены. Наш эксперт Николай Салабута, портфельный менеджер инвестиционной компании «Финам». Николай, могли бы вы привести свежий пример значимого уровня поддержки на российском фондовом рынке? На российском фондовом рынке очень часто встречаются уровни поддержки. Это, так сказать, очень хороший технический индикатор для совершения своих инвестиционных операций. Вот обратимся к графику РАО ЕС. На нем мы видим четкий уровень поддержки в районе 29 рублей, 29 рублей 50 копеек. Мы видим, как в марте 2007 года цена уже опиралась на этот уровень и потом взмыла почти до 38 рублей с половиной. Потом цена все-таки спустилась, и сентябрь, октябрь, ноябрь она проверяла этот уровень на прочность. Мы видим такие кластеры, которые четко сформировались в районе данного уровня. Но после этого цена снова взмыла вверх до уровня 33 рублей. Покупки на данном уровне оказались оправданными, инвесторы получили доход. А как насчет случаев, когда цена пробивает уровень поддержки? На российском фондовом рынке очень масса примеров, когда уровень поддержки не смог удержать цену, и цена на акцию пошла вниз. Вот, к примеру, график Лукоева. На нем мы видим четкий уровень поддержки в районе 1850-1870 рублей. Мы видим, как и в 2006 году, и в 2007 году цена опиралась на этот уровень. К примеру, если брать октябрь 2006 года, после того, как цена опиралась на данный уровень, она взмыла до уровня 2400 рублей. После этого в 2007 году также в мае месяце и августе месяце цена подходила к данному уровню. И инвесторы, купившие акцию по 1950 рублей, потом смогли ее спокойно продать по 2300. Данный уровень на сегодняшний момент не является значимым, он не устоял. Поэтому мы видим четкий пример того, что уровень поддержки не всегда оказывает поддержку для цены. Примеры показывают, что с уровнями поддержки просто необходимо считаться. Насколько точным ориентиром они являются? Классический, графический, технический анализ является неким творчеством, не является наукой как математика. И поэтому ко всему надо подходить с точки зрения более комплексного оценки и анализа текущей ситуации рынка. Это надо затрагивать и фундаментальные, и макроэкономические показатели. И уже в конце только обращать внимание на график и смотреть уровень поддержки и уровень сопротивления. Просто пользоваться только уровнем поддержки и уровень сопротивления – это как игра в Орлянку 50 на 50. Линии поддержки необходимо учитывать в комплексе с другими сигналами рынка. При развитии восходящей тенденции каждая последующая линия выше, чем предыдущая, и предоставляет удобный момент для покупки. Если же ценам удалось преодолеть поддержку, то переход от восходящей тенденции к нисходящей весьма вероятен. Также необходимо учитывать и временные параметры. Не всегда надо ловить уровни на минутных и тиковых графиках. С вами была Марьяна Минскер, спонсор показа «Заофинам». Удачных вам инвестиций! Субтитры создавал DimaTorzok